Я бы сказал так, друзья, что в нашей жизни происходит очень много событий и очень часто так получается из-за нашей поверхностности, нашего мышления, которое еще не стало божественным, мы не задаемся вопросом, почему это произошло. К примеру, мы не задаемся вопросом, почему я такой, почему я оказался в данной ситуации. Мы даже не можем вникнуть в свое прошлое, чтобы понять, где это началось. Но чтобы вы знали, всему есть начало, и то, где ты находишься сегодня и прямо сейчас, в своей жизни, ты к этому пришел не случайно. И источник, и начало, откуда начала виться эта ниточка, ты должен найти. Есть у меня один такой вопрос, знаете, один простой вопрос. Я вижу в Библии, и я вижу в жизни, что есть очень много людей, которые были очень великими людьми, и они упали. Я вижу, что бывают случаи такие, когда человек был очень праведный, святой, и вдруг он провалился, упал, стал вообще грешником, отступником. Да, я вам признаюсь, я видел пасторов, которые побросали свои церкви и живут какой-то мирской грешной жизнью. Просто оставили все, оставили Бога. Я видел людей очень мудрых, очень разумных, но они сделали самые безумные и глупые вещи в своей жизни. И знаете, когда я вижу все эти вещи, у меня все равно внутри поднимается вопрос. Я хочу знать, почему такое случилось с людьми, которые были мудры, праведны, которые были наполнены Святым Духом. Почему так происходит? Ведь на самом деле я хочу понять, что значит, вот на меня многое может влиять, на меня влияет моя мудрость, которую бы дает мне Бог. Кто-то амин скажет на это? Если бы Бог не давал нам мудрость, мы бы вообще оказались бы сейчас, в этот момент, в другом месте. Но вы знаете, я задаюсь вопросом, моя праведность, она влияет на меня? Конечно. А что же еще может влиять? Дух Святой, он влияет на меня. Это просто невероятно, насколько сильно. Но мне хочется знать, что может на человека влиять больше всего на свете. Больше всего. Это самое большое влияние, которое существует на этой планете. Для тебя. И я хочу тебе сегодня дать ответ на этот вопрос. Больше всего на тебя влияют люди. Именно люди. И знаете, иногда, когда ты смотришь на человека... Знаете, вот наркоман умирает. Я столько наркоманов видел, которые умерли. И я вам скажу такую вещь. Когда он уже умирает от разложения печени, и вы его спросите, почему он пришел к такой жизни, он даже не знает. Но на самом деле, когда он был еще подростком, кто-то из тех, кого он уважал, занимался наркотиками. И поверьте, в этот момент, когда человек начал заниматься наркотиками, у него такого видения не было, что я вот мечтаю, типа того, знаете, чтобы у меня начала разлагаться печень, и чтобы я умер в 25 лет. Никто так не говорит. Я правильно говорю или нет? Никто так не думает. Но начинает колоться, и в 25 лет умирает. И я вам хочу сказать такую вещь, что никто не мечтает прийти к проблемам. Но, однако, все, что в нашей жизни происходит, и что мы делаем неправильно, мы делаем под влиянием людей. Именно люди повлияли на тебя. Именно люди сделали так, что ты делаешь определенный грех. Именно люди сделали так, что ты так мыслишь. Люди могут повлиять на тебя так, что ты будешь очень успешным и благословенным человеком. И точно так люди могут повлиять на тебя, что ты потеряешь в этой жизни все. И вот мы с вами, мы должны, уже будучи Божьими людьми здесь в церкви, мы должны осознавать, что всякое негативное влияние в мою жизнь, оно принесет всегда свои горькие плоды. Поэтому я должен это негативное влияние отрезать от себя. Я должен выбирать, с кем мне общаться. Я должен выбирать, кого мне слушать. Я должен выбирать, под чьим влиянием я буду находиться. И когда я это глубоко осознаю, это залог того, что через 5 или 10 или 20 лет я буду очень успешным человеком. Вы знаете, удивительно то, что когда вот я был в мире, я в своей юности, так получилось, я попал под влияние людей, которые были абсолютно негативны. И все, что мог дать мне тот мир и то влияние, я получил сполна. Но потом я пришел в церковь. И вы знаете, удивительно было то, что когда я пришел в церковь, я увидел, что в церкви, оказывается, тоже люди разные. И точно так, как в мире люди разные, так и в церкви люди разные. И представляете, я увидел в церкви, что есть люди, с которыми, если я стану завязывать отношения и слушать их, то через время я в церкви даже не буду. И я сразу же выбирал, с кем мне общаться. Имея уже горький опыт в своей жизни, я понял, что в церкви я должен общаться с теми людьми, которые будут вкладывать в мои уши правильные вещи. Скажи аминь. Потому что, когда я увидел, что существуют в церкви люди, которые говорят негативное, которые, находясь в церкви, в этой церкви, эту же церковь осуждают. Находясь под влиянием своих наставников, они их же осуждают. И я увидел, что это все было в Библии. Такими были фарисеи. Они ходили за Иисусом кругом. И кругом его осуждали. И вот я вам скажу, что когда я увидел эту картину в церкви, я вдруг понял, что, оказывается, и в церкви нужно быть очень осторожным. Кто-то мне должен сказать аминь. Очень осторожно, чтобы ни в коем случае не случилось беды со мной. Чтобы дьявол не использовал каких-то людей, чтобы я погиб. И поэтому я сразу же поставил серьезную стену между теми людьми, которые не являются для меня примером. И я сразу же начал общаться с теми людьми, которые являются для меня великим примером. И это повлияло на меня. И вот я вам хочу сказать, друзья. У меня была одна история. Когда я забрал эту девушку, я как-то рассказывал о ней, и я забрал парализованную девушку, полностью парализованную. Она год лежала, она даже не могла кушать сама, ни рукой пошевелить, ни ногой. У нее были ужасные пролежни, все, выпало там у нее просто. Ну, это если рассказывать, друзья, никогда не расскажешь. Но увидеть это никогда не забудешь. У нее выпал волос, она не разговаривала. И вот я ее забрал, и мы ее привезли к себе. И вы знаете, мы молились за нее. Мы так молились, вы не представляете, как. Я, наверное, никогда в жизни ни за что так не молился. Я умолял Бога, чтобы Бог ее исцелил. Потому что уже ей все приготовили к похоронам, все купили на гроб, вот эти гординки, все полностью. И она вот буквально со дня на день бы умерла. Но я умолял Бога, чтобы она жила. И когда я ее забрал к себе, вы знаете, мы молились за нее, мы кричали, мы верили, и Бог начал действовать. И представляете, под влиянием Святого Духа у нее начало все заживать. И вот эти пролежни, которые у нее были, там были не просто пролежни, чтобы вы поняли, а там вот так куска человека не было. Просто куска человека. Я говорю, реально, это ужас. Может быть, когда-нибудь я вам ее покажу. Она сейчас еще живая, эта женщина. И она, представьте, исцелилась. У нее выросли волосы. Она поправилась. Она ходила. Она говорила. Все вернулось. И потом в церковь, знаете, попала другая девушка. И эта девушка тоже попросилась, чтобы жить у меня. И в то время у меня в доме жило очень много людей. Разных бездомных, наркоманов. Мы с Викторией всех принимали. У меня 14 человек жило тогда. И получилось так, что эта девушка, которая попала к нам, вторая, она была наркоманка. И она тайно кололась. И она позвала вот эту девушку парализованную, бывшую, и говорит ей, говорит, ты знаешь? Говорит, вот посмотри. Пастор, на самом деле, он не такой добрый человек. Вот посмотри, как он кричал на тебя, когда ты там что-то не так сделал. Вот посмотри, как он говорил вот эти вот вещи. А вот глянь сама, ты уже устала. А он даже не обращает внимания. Ругается, что в доме грязно. И она начала ее каждый день травить против меня. И травила, и травила, и травила. Притом, друзья, что мы с Викторией свою жизнь посвятили вообще этой женщине. И все, кто там жили, они жили за наш счет. Они спали на наших кроватях. И у нас у самих не было денег. Мы были голодные вечно. Казалось, это никогда не изменится. Я весил 62 килограмма. Вам о чем-то это говорит? 62 килограмма при росте 1,90 метра. Я был как скелет. Но я жил для них. Но дьявол хотел уничтожить эту девушку. И он начал влиять на нее, влиять на нее, влиять на нее. И в один день та девушка ей говорит, слушай, давай я тебя уколю, тебе легче станет. Ты же посмотри, тебе тяжело. И так говорит, давай. И она начала колоться. И они кололись, кололись вместе и кололись. Я вам скажу, что вся жизнь потом этой девушки, она была полностью разрушена. Вот эта наркоманка разрушила жизнь этой парализованной бывшей. Полностью разрушила. И под ее влиянием она попала потом в тюрьму. И сидела в тюрьме, потому что та повела ее уже на преступление. Я вам хочу сказать, что в церковь сатана пробирается, чтобы людей травить, чтобы отравлять в них уважение к старшим, уважение к церкви. Дьявол всегда будет обрушиваться на авторитет впереди стоящего. Это его принцип. И он будет делать все, чтобы этот авторитет в тебе разрушить. Если у вас есть лидер домашней группы, если у вас есть сегодня наставник, сотник, как вы не поймете, он может быть самым несовершенным человеком, но Бог его там поставил. Аминь. И он поставил ее для того, чтобы служить тебе. Но человек, который этого не понимает, он слушает кого-то. Вот, посмотри. Он несправедливо поступает, он несправедливо ко мне относится и начинает травить тебя, чтобы у тебя авторитет этого человека рухнул. И если он рухнул, ты остаешься без покровительства. Запомните принцип. Покровительство и защита духовная в твоей жизни всегда будет за счет твоего уважения к старшему. Покровительство и защита в твоей жизни всегда будет за счет твоего принятия. Братья и сестры, когда вы слышите негатив, вы можете рассуждать так. Знаете, как люди делают? Говорят, это же правда. Но это правда, но не истина. Кто-то меня услышал? Это две разные вещи. Он несовершенный. Это правда, но не истина. Он сделал неправильный поступок. Ой, этот наставник, посмотри, я видел, я знаю, я слышал. Он согрешил. Нет проблем. Это правда, но не истина. А в чем истина? Может, он и согрешил, и покаялся, и кровь Иисуса его омыла, и он уже давно попросил прощения у Бога, и Бог его поставил для тебя, и он проходит свое поприще. А ты должен смиренно просто двигаться с ним. Вот в чем истина. Но ты не знаешь всего этого, и ты принимаешь. Дьявол, он всегда приходит с правдой. Понимаете? Которую на самом деле является отравой для тебя. Если ты хочешь, чтобы в твоей жизни были великие победы, ты должен знать один принцип. Никогда не принимай поношение на ближнего своего. Если сегодня твоя мама говорит плохо о твоей жене, я тебе сразу говорю, если ты будешь это принимать, твой брак рухнет. Дорогая сестричка, если ты будешь слушать, что твоя мама говорит о твоем муже, и говорит какой-то негатив, если ты будешь слушать, ваш брак будет атакован бесами. За то, что ты только это слушаешь, приходит всегда наказание. Приходит всегда атака дьявола. Если ты слушаешь что-то плохое на церковь, значит, твои отношения с церковью будут атакованы. Если ты слушаешь что-то плохое на своего наставника, ты никогда не сможешь уже принимать от него все, что Бог дал тебе через этого наставника. Ты останешься без Божьего послания. И чтобы это восстановить, тебе придется прийти к своему наставнику и рассказать все, что ты о нем говорил. Все абсолютно. И только посредством того, что ты вынесешь во свет все эти разговоры, и просто вскроешь этот черяк, этот фурункл, ты вскроешь его, и гной брызгнет, и ты скажешь, вот, это я, вот эта вся гниль, гной, это я. Вылечи меня. И только когда наставник твой простит тебя, тогда только ты сможешь восстановить с ним отношения, настоящие духовные отношения, и принимать от него все, что Бог дал тебе через него. Бог, друзья, Он не сделал нас независимыми. Так, чтобы каждый из нас, мы типа имели, знаете, все свои отношения с Богом и жили кто как хочет. Нет. Бог поставил нас всех в зависимость друг от друга. Иисус умер на кресте, а крест это вертикаль и горизонталь. Это две перекладины. Вертикаль и горизонталь. Вертикаль, она символизирует отношения с Богом. А горизонталь, она показывает нам отношения друг с другом. Когда мы делаем причастие, мы берем хлеб и вино. Хлеб, он символизирует тело Иисуса, то есть церковь. И когда мы вкушаем хлеб, мы вступаем в завет друг с другом. Когда мы берем кровь Иисуса, то есть это вино, которое мы молимся, и оно символическое становится как кровь. В этот момент мы в завете с Богом и друг с другом. Поэтому мы не можем сегодня осуждать друг друга, осуждать церковь и при этом иметь отношения с Богом. Кто-то меня услышал сегодня или нет? Ни в коем случае. Когда ваши даже самые близкие родственники, они вам плохо говорят о церкви, они говорят, послушай, это секта. Да это вообще там зомбирует, гипнотизирует, деньги выкачивает и так далее. И ты сидишь и ты слушаешь, ты делаешь большую ошибку. Ты должен всегда это остановить и сказать, это неправда. Потому что церковь, она принадлежит на самом деле не тебе и мне. Она принадлежит Иисусу Христу. Пятая глава, послание к Ефесянам, 25 стих говорит, что Христос купил церковь кровью своей и очистил ее. И сегодня на земле нет ничего важнее для Бога, чем церковь. Поэтому, когда ты говоришь плохо на церковь, церковь это дети Божьи, ты буквально ссоришься с Богом. Когда ты слушаешь это, ты ссоришься с Богом. Ты знаешь, если сегодня кто-то придет ко мне и будет плохо говорить на моих детей, будет их осуждать, осквернять и будет поносить их разными словами, как вы думаете, я буду сидеть это и слушать и каким-то образом оправдывать эти слова, конечно же нет. Я скажу этому человеку, что ты сделал большую ошибку, что ты на моих детей поднял свою пяту. Я прав или нет? И наши отношения, они будут прерваны. Никто не может плохо говорить о моей жене. Но церковь это невеста Христова. И вы знаете, когда мы говорим плохо о церкви, о людях в церкви, в этот момент мы просто плохо говорим о невесте Христа, о детях Бога. И когда вы говорите о детях Бога плохо, вы должны знать, это все реально. Вы ссоритесь с Богом. Вы отравляете свои отношения с Богом. Дьявол приходит для того, чтобы тебя втянуть во вражду с Богом. А ты должен стоять на страже. И моя проповедь сегодня к тебе именно о том, чтобы ты никогда не позволил дьяволу прикоснуться к тебе. Скажи Аминь. Вы будете все до одного испытаны в этом. Обязательно сатана, он придет, чтобы испытать вас. И когда вы только услышите, в этот момент, знаешь, как бывает, расскажу вам, тебя кто-то обидел, твой наставник, он тебя обидел, твой наставник, он не уделил тебе время, твой наставник опять не ответил на твое СМС, твой наставник опять что-то резко сказал в твою сторону. И в этот момент, когда в душе уже все накипело, накипело просто, и в этот момент появляется вдруг кто-то, как будто случайно, добрый человек, который тебя понимает. И он обнимает тебя и говорит, да, ты знаешь, с ним точно что-то не так. Вот и меня он тоже не услышал. И он мне точно так грубо сказал. Но ты еще мало знаешь. Он оказывается еще и вот это сделал. И знаешь, этот добрый человек становится для тебя чуть ли не другом в трудное время. А на самом деле этот дьявол пришел к тебе. Вы меня услышали? И он начинает с тобой говорить, вместе осуждать. И ты как будто бы думаешь, да, я прав. Послушай, когда ты падаешь, ты не прав. Ты должен в этот момент, даже когда больно внутри, сказать, что бы со мной не случилось, я внутри не буду думать плохо. Я все равно говорить плохо не буду и слушать я этого не стану. И все скажите аминь. Вы знаете, крепкая церковь, церковь, которая принесет пробуждение, церковь, которую Бог будет использовать, это люди, которые научены и которые тверды в этом учении, тверды в своих понятиях. Только такие люди, они в самом деле могут принести пробуждение. Запомните, люди, у которых нет внутренних понятий, нет вот этих берегов, границ внутри, четко, ясных контуров того, во что они верят. Это люди, которые не могут быть использованы Богом, они всегда будут использованы бесами. Если мы исцелились, освободились от бесов, если мы получили разрушение проклятий, и мы в церкви, это еще ничего не значит. Мы должны завтра стать победителями. Поэтому Библия говорит, побеждающий наследует все, и буду ему Богом, и он будет мне сыном. То есть, оказывается, я еще должен сформироваться внутри, в ярких контурах того, что я верю, чтобы побеждать. Размытые понятия, запомните, это причина всех проклятий, бед и падений в нашей жизни. Поэтому я точно знаю, я не осуждаю, я точно знаю, я не осуждаю. Все, разговор закрыт. Даже если совсем все плохо, я стесну зубы, но я не позволю, чтобы сквозь эти зубы пролез мой язык и произнес что-то неправильное. Даже если совсем все плохо, я сказал в своей жизни, я люблю церковь, потому что церковь, это невеста Христова, это то место, которое является местом Бога. Пусть там самые несовершенные люди, пусть все вокруг будут неправильные, но если я буду сохранять себя, беречь себя, то Бог меня поддержит. Аминь. Все мы будем испытаны, но мы, когда будем испытаны, будем иметь шанс стать победителями и стать близкими к Богу. Скажи твердое аминь. И я вам хочу сказать такую вещь. Давайте вот прочитаем. Давай я буду с вами немножко читать. Прошу вас сегодня, чтобы вы были очень внимательны, потому что это слово, оно закладывает фундамент для тебя. И этот фундамент, это очень важное слово, это очень важный материал для того, чтобы ты в своей жизни никогда не упал. Итак, 2-й аппаралл, и помену он 24-я глава. 2-я аппаралл, и помену он 24-я глава. 2-я аппаралл, и помену он 24-я глава. Здесь история про Иоаса, царя. И мы вот смотрим, что было с Иоасом. Семи лет был Иоас, когда воцарился. И сорок лет царствовал в Иерусалиме. 2-й стих. И делал Иоас, угодное в очах Господних, во все дни Иодая священника. Прошу вашего внимания. Делал Иоас, угодное в очах Господних, во все дни Иодая священника. 15-й стих. И состарился Иодай, и, насытившись днями, жизни умер. 130 лет было ему, когда он умер. И дальше говорится, похоронили его. Внимание. Жил такой человек, Иоас, праведный человек. Праведный. И он был очень угодный Богу. Писание говорит, во дни Иодая. Потому что Иодай, он влиял на Иоаса. И вы смотрите дальше. 17-й стих. Но по смерти Иодая пришли князья иудейские и поклонились царю. Тогда царь стал слушаться их. И оставили дом Господа, Бога отцов своих, и стали служить деревам, посвященным и идолам. И был гнев Господень на Иуду и Иерусалим за сию вину их. И он посылал к ним пророков для обращения их к Господу. И они увещевали их, но те не слушали. Братья и сестры, какой ужас! Всю жизнь этот царь, он был праведный. Вот ты можешь сегодня быть очень праведный человек. Потому что на тебя влияют Иодай. Если сегодня в твоей жизни есть этот Иодай, ты счастливый человек. Потому что Иодай, влияя на тебя, делает тебя угодным Богу. Если сегодня, брат и сестра, у тебя нет этого Иодая, после этого собрания должно что-то измениться в твоих мозгах и в твоей жизни. Амин! Потому что во дни Иодая, Иоаз, он делал угодное в очах Господа. Но потом умер Иодай. И Писание говорит, когда умер Иодай, князья иудейские пришли, и он начал слушаться их. И они сразу же начали поклоняться идолам. Поймите, что значит поклоняться идолам? Вы даже не понимаете. Вы вдумайтесь. Написано, они оставили дом Господа. То есть храм заколочен, две доски, все, туда никто не ходит. И они идут к идолам. И когда они поклоняются идолам, чтобы вы знали, многие люди, вот просто чтобы вы знали, когда читаете Веткий Завет, что такое поклонение идолам. Потому что люди думают, наверное, поклонение идолам, это вот просто человек становится перед идолом и молится ему. Нет. Поклонение идолам включает в себя целый аспект разного рода жертв. То есть проливается кровь животных. И есть там, Библия говорит, когда прямо грудных младенцев, детей брали и резали прямо перед идолом. Таким образом, поклонение идолам, что это такое? Вызывание злого духа. И выходил дух посредством этого поклонения наполнял их. Их глаза, они закатывались, одни белки, их трусило. Они входили в экстаз. И начиналась массовая оргия, 300 человек моментально. Они начинали там вот эти сексуальные оргии, избиения и все остальное. Это ужас. Вот это было поклонение идолам. И чтобы вы поняли, Иоас оставляет дом Господа, слушается этих князей и начинает поклоняться идолам, приносить жертвы бесам. Кажется, это невероятно. И вот послушай, вот вдумайся сейчас. Это все написано для нас, потому что в нашей жизни мы выбираем или иодая, или иудейских князей. В нашей жизни, молодежь, послушайте меня. Молодежь, послушайте, вы сейчас должны услышать. Выбираешь. Или иодай на тебя будет влиять. Или иудейские князья. Эти иудейские князья, кто это? Это авторитеты. Уважаемые люди. О, у них есть деньги. У них есть, о, уважение. Но они, влияя на тебя, настраивают тебя против твоих наставников, настраивают тебя против твоей церкви, настраивают тебя против твоего Бога. И ты знаешь, что происходит? Ты становишься идолопоклонником. Запомните, безумие, можете написать, это следствие влияния. И вот что было дальше. И Дух Божий, 20 стих, облег Захарию, сына иодая. То есть у иодая был сын Захария, пророк. И он встал на возвышении пред народом и сказал, так говорит Господь, для чего вы приступаете по велению Господня? Не будет вам успеха. И как вы оставили Господа, то и он оставит вас. И сговорились против него, и побили его камнями по приказанию царя на дворе дома Господня. И не вспомнил царь Иоазь благодеяние, какое сделал ему, и отдай отец его, и убил сына его. И он, умирая, говорил, да видит Господь, Ида взыщет. И вот, знаете, вот вы можете думать, это давняя история. Братья и сестры, это не давняя история, это твоя история. Эта жизнь вся про тебя здесь описана. Если ты не уйдешь от этих князей и не скажешь им, чтобы они к тебе не приближались, они разрушат твою жизнь. Они сделают так, что Бог, Он не будет тебя благословлять. Когда я пришел в церковь, я понял, что я должен сражаться за свои отношения с Богом. И я должен быть сильным и немалодушным, чтобы отказать всем иудейским князьям. Меня все услышали или нет? Я сталкивался прямо вам говорю, даже с пасторами, епископами, которые вот эти князья, они не любят Бога, но они такие авторитетные, их слово что-то значит в Украине и так далее. И я сказал, нет, я не буду с ними общаться, потому что они отравят во мне отношение к моему Богу. И я закрыл эту дверь. И когда сказали, ты кто? Я сказал, я, может, и никто, но Бога я люблю. Эй, мэн! Наш совет, мы здесь, мне все равно, на ваш совет, мне все равно. Потому что я знаю, если я буду слушать вас, а вы князья иудейские, то я стану таким же, как и Аз. А я хочу, как был, так и остаться под влиянием Иодая. Я хочу сегодня любить Бога, я хочу идти дальше. Мне хочется через 20 лет служить моему Господу и любить Его всем сердцем. эмэн! Аплодисменты. И знаете, это так удивительно, что мы в жизни, вот бывает просто малодушествуем перед какими-то людьми. Мы видим тупик и безысходность, но это люди такие серьезные. Пусть они будут самые серьезные. Если есть негатив, осуждение, критика и так далее, я извиняюсь. Будьте серьезными где-то в другом месте. А здесь я, это моя жизнь. Скажи со мной, это моя жизнь. Скажи твердо, это моя жизнь. Это моя жизнь. И я за свою жизнь сам отвечаю, не нужно за меня решать. Эмэн! Брат и сестра, ты должен понять влияние людей или убьет тебя, или поднимет тебя. И знаете что? Они все там были крутые, но смотрите, что было дальше. Говорится 23 стих. И по истечении года выступило против него войско сирийское и пошли в Иудеи и в Иерусалим и истребили из народа всех князей народа и всю добычу взятую у них отослали к царю в Дамаск. Хотя, внимание, в небольшом числе людей приходило войско сирийское, но Господь предал в руку их весьма многочисленную силу. за то, что оставили Господа Бога отцов своих и над Иоасом совершили они суд. Вы меня слышите сейчас или нет? Вот что такое влияние! Дьявол приходит к тебе, чтобы сбить тебя с праведного пути, чтобы ты в церкви не был или чтобы ты был, но говорил неправильные вещи. И потом через это ты вызываешь на себя Божий гнев. Ты открываешь место бесам. И Писание говорит, через год, целый год ничего не было. Он убил Захарию. Он уже не делал, как учил его и отдай. И он живет. И знаете, он говорит, да что? Ну и что? Где Бог? Ну и что? А я живу, и у меня все хорошо. Вот так бывает у людей, когда вы смотрите на отступников, и вы видите, как они счастливо живут, и как они вас встречают, и говорят, да у меня все классно. Видели такое или нет? Да у меня все хорошо, да так далее, и тому подобное. Да я вообще, зачем мне эта церковь, служение день и ночь, эти молитвы, спасение людей. Да я живу круто. И вот смотрите, Иоас так ходил, всегда так, целый год. Целый год. Но через год войско сирийское вышло на них. И написано, хотя в небольшом числе они вышли против великого множества, которое было у Иоаса, говорится, предал их Господь. Вы меня все услышали? В жизни твоей, запомни, сила, не в многочисленных войсках, сила в Боге. Аминь. Дай Ему славу. И когда я хочу быть успешным, послушай, я знаю, мне самое главное, дай мне тех людей Божьих, дай мне тех людей, которые построят мои отношения с Тобой еще крепче. Аллилуйя. Потому что тогда, если на меня выйдут даже в великом множестве, для меня это не будет проблемой. Мой Бог поразит любое множество. Уничтожит всех. А меня поднимет. Аминь. 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 И вот, смотрите, Иоас, 25 стих. И когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, внимание, смотрите, написано в 24 стихе, и над Иоасом совершили они суд. И этот суд был, друзья, вот как Иоас совершил суд над Захарией, точно так, посмотрите, что произошло. Бог сделал воздаяние, что над Иоасом через год совершили сирийцы суд. Ну, удивительно, они могли его просто убить. Правда или нет? Но они не убили. Они сделали что-то с ним страшное. Что-то страшное. Ну, внимание, послушайте. Это следствие негативного влияния. И когда они ушли от него, оставив его в тяжкой болезни, то есть они с ним что-то сделали. Возможно, они разрезали ему живот. Возможно, сделали какие-то пытки с ним. Но он был в тяжкой болезни. Но не умер, потому что суд над ним еще не закончился. И дальше говорится, то составили против него заговор рабы его за кровь сына и отдай от священника. И убили его на постели его и он умер. Вы посмотрите, какая жуть просто. Я просто знаю всегда одну вещь, что никогда не поднимай руки своих на помазанника. Слышишь или нет? Никогда не осуждай впереди стоящих. Не делай этого. Никогда. Есть сегодня служитель, Бог ему судья. Не слушай никого, потому что попадешь как Иоас. Ты должен знать, мы с тобой за счет того, что на нас будут влиять и отдай, мы станем людьми благословенными. И нас ждет большое счастье. Ты на это аминь скажешь? Я не слышу твердый аминь. Аллилуйя. Потому что нет ничего лучше и важнее этого. И вы знаете, вот праведность была у Иоаса, но влияние людей сильнее. И праведность, запомните, это следствие. А влияние людей это причина. Праведность, можешь записать себе, это плоды. А влияние это корень. Вот кто на тебя влияет, таким человеком ты и будешь. Посмотри на того, кто на тебя влияет. Посмотри на него. И потом пойми, что все, что в жизни этого человека будет у тебя. Вот именно по этой причине я сегодня смотрю на людей, у которых есть уже многолетний плод служения, у которых есть отношения с Духом Святым, у которых есть плод, спасенные люди, которые любят Иисуса Христа. И я даю им влиять на себя, потому что я буду таким же. Аминь. Когда люди тебе что-то говорят, знаешь, бывает человек говорит, вот это неправильно, это неправильно, вот этот вот человек, он неправильно что-то делает. Я всегда самый первый вопрос задаю. А у этого человека, вот он кто? Он, ну он никто. А, он никто. А как он может осуждать кого-то, если он никто? А у него какой плод? Нет, ну у него есть пять человек на его ячейке, пять лет. А кто? Его мама, папа, бабушка, дедушка и пьяница-сосед. А, ясно. Но зато он тебе расскажет, как вести домашнюю группу. Есть такие люди или нет? Что правильно в церкви, что неправильно? Всегда такого человека поставь на место, скажи, э, князь иудейский, иди сюда. Иди сначала. Добейся результат, в семье, чтобы учить меня семье. Добейся результатов служения, чтобы учить меня служение. Добейся результатов бизнеса, чтобы учить меня деньгам. Скажи, аминь. И вот когда ты пройдет 20 лет, и я увижу, что ты реально твердо и стабильно идешь, придешь ко мне, я тебя послушаю. А сейчас вот так разверни его и сделай такую волшебную штучку. Знаешь, как называется? Ты видишь, ты скажи, ты видишь? Он так наклонится, понял? Хорошо. Ты скажи, ты видишь? Знаешь, волшебная штучка или нет? Называется волшебный пендаль. Бам! Иди. Гоните в три шеи от себя всех, кто вас отравляет. Слышите или нет? И не бойтесь. Ой, я боюсь, я потеряю его уважение. Тебе главное уважение Бога. Эмэн. И вы знаете, мудрость. Бывают люди такие мудрые, но влияние людей сильнее, чем мудрость. Посмотрите на Соломона. Одиннадцатая глава. Я хочу кратко прочитать, очень кратко. Первый стих. Третья царство, одиннадцатая глава, первый стих. И полюбил царь Соломон многих чужестранных женщин. Вот и все. Четвертый стих. Во время старости Соломона жены его склонили сердце его к иным богам. И сердце его не было преданного Господу, Богу своему, как сердце Давида. И стал Соломон служить Астарте, божеству Сидонскому. Внимание! И Милхому, мерзости Аммонитской. И делал Соломон неугодное предачами Господа и не вполне последовал Господу, как Давид отец его. Какой ужас! Вы слышите, мы про кого читаем-то? Мы про кого читаем? Громко скажи. Соломона. Скажи соседу, это самый мудрый человек на земле. И седьмой стих, послушайте, про этого мудреца. Вот самого мудрого человека. Тогда построил Соломон капище Хамасу мерзости Моавицкой на горе, которая пред Иерусалимом. То есть не просто построил, а пред Иерусалимом на горе, так, чтобы Бога шокировать. И Малоху мерзости Аммонитской. Девятый стих. И разневался Господь на Соломона за то, что он уклонил сердце свое от Господа Бога Израилева, который два раза являлся И смотрите, что происходит. Соломон это был человек, который знал Бога и был наделен самим Богом очень большой мудростью. И теперь подумайте, вот представьте себе, насколько он мудрый был. Вы даже не понимаете, насколько. Библия говорит, до него и после него Бог сказал, таких не будет. И вдумайтесь в то, что к Соломону, чтобы просто послушать его, чтобы просто послушать его, ехали цари и царицы, чтобы просто послушать, как Соломон разговаривает. Настолько он был мудрый. Его слово, вау, оно просто шокировало эту планету. Но, чтобы вы знали, влияние людей сильнее мудрости. Так ему Бог дал эту мудрость, она от Бога пришла. Влияние людей сильнее, чем мудрость Бога. И когда жены его влияли на него, он начал. Представьте, мудрый Соломон строит напротив Иерусалима на горе капище, приходит, становится на колени перед идолом, проливает там жертвы на укропь и начинает говорить, дух Малоха, войди в меня. Представляете, какой кошмар. Запомни, под влиянием людей ты сделаешь самые мерзкие вещи в этой жизни. И только если ты, услышав эту проповедь сейчас, услышав это слово, для своей жизни просто решишь, что я никогда не оправдаю ни одного человека, который негативно на меня влияет, который плохо говорит о Боге, о церкви, о служителях, какой бы он мне правду не принес, что бы он ни говорил, факты, я не знаю, какие угодно, я не хочу это слышать. Я хочу, чтобы на меня влияли только и отдаи. Мое общение в этом мире, друзья, вот он, этот мир свободный, общайся с кем хочешь, но чтобы вы знали, я вам за себя говорю, мое общение, оно очень ограничено, внешнее свободен, на самом деле, конечно же, нет. Я боюсь людей, реально, я когда вижу человека, который говорит очень либерально, и знаете, так свободно, может туда-сюда там говорить плохо о ком-то, о чем-то, чтобы вы знали, он для меня как дьявол, я знаю, что этот человек, будучи еще недалеко от меня, он может сейчас сказать слово, которое как семя, слова это семена, западет в мою душу. Вы когда-нибудь видели такую картину, вот просто я вам рассказываю, да, а вы сейчас проанализируйте. Когда ты человека не знаешь, ну реально, ты не знаешь его, ты его видишь, просто хороший человек, у тебя хорошее мнение о нем, но потом к тебе кто-то подходит. Знаете, так бывает, когда ты оказался где-то, и вот подходит к тебе человек, которому ты доверяешь, и он говорит тебе, послушай, ты в курсе вообще, а что в курсе? Не, ну, она же неадекватная, а чего? Ну, во-первых, оказывается, ВКонтакте она переписывается там с таким, и они встречались, и то другое, и там такое было, и об этом все знают, только ты не знаешь. Все знают, конечно, все, да, ты только не знаешь. И на самом деле эта девочка вообще, она очень опасная, она плохой человек. Говорят даже, что она деньги украла у кого-то. Правда? Ну, там неизвестно, но говорят, что да, скорее всего, да. Скажите, после этого, вот когда она это все слушала, ее мнение о ней меняется или нет? В следующий раз, когда она видит ее, просто видит ее, она ее ассоциирует со всем этим семенем, которое в нее посеяно. Так или нет? Даже если она просто стояла, это слушала. Оно и 300 лет не надо было. Но она смолодушевала, она не сказала, стоп мотор, алло, а что такое? Ты адрес перепутал, парень. А как, куда, какой адрес? Твой адрес Советский Союз, иди отсюда, да, все. Понимаешь? То есть, остановить нужно было, а ну она слушала. И потом, иди сюда на минутку, и потом, вот она подходит сюда и видит ее. Представляешь? И она такая, посмотрела на нее, она не знает ее, она с ней не говорила. Она же не пришла к ней сказать, как там идет. Если бы она с ней поговорила, все бы стало понятно, что это неправда. Так или нет? Ну так как она не говорила, она говорит, ой, я сегодня сяду там. И пошла туда. И сидит уже отдельно. А почему? Потому что слова, это семена, которые формируют в ней отношения. Так или нет? Поэтому, когда мама приходит и говорит, ты знаешь, он же вообще, он же не любит тебя, он деньги не приносит. Посмотри, он же туфли себе купил, козел, а ты в старых башмаках. И та такая уже смотрит на его туфли, на свои. Она даже не видит, что у нее еще пять туфель стоит. Знаешь, там, и она уже, так он не любит тебя. И жена уже начинает на мужа так смотреть. Кто-то из вас испытывал это или нет? А кто? Поднимите руку, так откровенно, да? Остальные просто, ай-яй-яй, они как раз в процессе. И вот, и вот такие вещи с подружкой посетили, а твой как? Да мой, мой все время на работе. Да главное, что он вот это, он, знаешь, на работе ходит, а ты знаешь, чем он занимается на той работе? Ты видела его секретаршу? Секретарша? А какая секретарша? Ты не видела? Да я уже все пробила в интернете давно. Вот фотография, смотри. Ты что, не понимаешь ничего? Понимаю. А что? И все. Ну ты же смотри, меня не сдай. Не, ни в коем случае, конечно. И дома уже тарелки летят, уже все. Ты мне изменяешь, ты такой-сякой. А муж стоит такой, знаешь, у него такой нимф над головой. Я изменяю. Да я только с работы пришел, что с тобой? Дай, дай мне покушать. Я сейчас тебе дам покушать. И борщ в него полетел, и все полетел. Почему? Потому что люди влияют на наши отношения в семье. У меня с мамой был разговор когда-то, знаете, я пришел по мне, и мама мне что-то начала на завиту говорить. Это смешно для меня, никто не может на завиту говорить. И я говорю, мама, говорю, послушай меня. Я говорю, вот еще раз, вот еще раз, ты скажешь слово-то. Я говорю, и ты вообще никогда меня больше не увидишь. Я никогда больше не приеду. И поверьте, я так убедительно сказал, что мама так посмотрела на меня. Хорошо. Виточка хорошая. Поэтому, знаете, вот люди, они знают, слабенький ты или нет. Понимаешь, что они подходят к тебе, и когда они тебя хотят взять под контроль, настроить тебя против церкви, против служителей, против мамы, папы, мужа, жены, все равно дьявол, он пробивает тебя. И если только ты твердый, сатана боится тебя. Он всегда будет тебя пробивать в том, в чем ты слабый. И поэтому, естественно, представь, наговорю, вот я ей на нее, и знаете, что будет? Она уже будет о ней думать плохо. Правда это или неправда? Нет, это правда, это неправда. Посмотрите, это значения не имеет. Слушать нельзя это. Присаживайся. Потому что это, друзья, это семена, слово семя. Соломон, мудрый-мудрый, а жены при нем говорят, ой, я поклонялась мерзости Аммонитской. И, ты знаешь, было так хорошо. Этот демон в меня вошел, меня так трусило, так трусило. И Соломон слушал, слушал, и потом пошел вместе с ней. По всем этим капищам. И вот ты в своей жизни, ты должен знать, твой разум тебя не защитит. Кто-то меня услышал или нет? Соломон и разум его не защитил. Твой разум тебя не защитит. Твоя праведность тебя не защитит. Когда вы читаете, друзья, про Самсона, я хочу прочитать вам это место из Писания. Посмотрите, судей, 16 глава. Самсон был наполненный Святым Духом. Вау! Это сила. И здесь говорится, возьмем книгу Судей, 16 глава, 15 стих. И сказала ему Долида, как же ты говоришь, люблю тебя, а сердце твое не со мною. И она говорит, в чем великая сила твоя? И как она словами своими тяготила его всякий день и мучила его, то душе его стало тяжело до смерти. И открыл он ей сердце свое. Внимание, 19 стих. И усыпила его Долида на коленях своих и призвала человека, и велела ему остричь всем кос головы его. И начал он ослабевать, и отступила от него сила его. Она сказала, филистимляне идут на тебя, Самсон. Он пробудился от сна своего и сказал, пойду, как и прежде, я освобожусь. А не знал, что Господь отступил от него. Филистимляне взяли его и выкололи ему глаза и привели его в газу и оковали его двумя медными цепями и он молол в доме узников. О Боже! Это невероятно! Это невероятно просто! Сила Святого Духа была на Самсоне. Вот ты должен понять, что сила Святого Духа сегодня может быть на тебе. Сила Святого Духа может быть на мне. А я стою перед тобой и говорю, что никто не может на меня влиять. Я боюсь их. Кого? Вот этих людей, они опасны. Они могут повлиять на меня и я потеряю все. Сила Святого Духа может быть на тебе. Ну, Далида, просто Далида. Дьявол всегда посылает твою жизнь Далиду. Он посылает Далиду. И все люди говорят, Далида пришла, чтобы переспать с Самсоном. Нет. Далида пришла убить Самсона посредством влияния. Цель у Далиды была повлиять на Самсона. И Писание говорит, как она тяготила его, чем? словами своими каждый день. И вот смотрите, что происходит. Когда Сатана посылает Далиду в твою жизнь, эта Далида, она начинает говорить, 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 пока твое сердце, как написано там, не откроется. В этот момент, когда это происходит, подумайте, сила Святого Духа была на тебе, но влияние Далиды будет сильнее. Поэтому посмотри сейчас, вот вдумайся, на минутку, все-все-все, также телезрители, вот послушайте, остановитесь и подумайте, кто в вашей жизни может быть сегодня? Это Далида. Это может мужчина, женщина, не имеет значения. Человек, который говорит негатив в вашу жизнь, который сбивает вас с пути Божьего, который говорит вам негативные вещи о каких-то служителях, о церкви, о Боге. Он может быть в церкви. Далида, она может быть в церкви. Сатана не может сегодня использовать кого-то в мире, может, да? Но он может использовать кого-то в церкви. Подумайте сейчас, и я скажу вам, друзья, приходит новое время, время, когда мы с вами можем изменить все в своей жизни. Все меня слышат? Если только ты делаешь этот шаг, отрезаешь себя от князей иудейских, отрезаешь себя от Далиды и говоришь, где мой Иодай? Он есть у тебя? Бог всегда всем, кто в церкви посылает Иодайя. Вау, помазание почувствовал сейчас. Те, кто в церкви, друзья, Бог посылает им Иодайя. Где твой Иодай? Где твой Иодай? Князья иудейские, да, не крутые, Иодай, нет, он может быть на вид не крутой, но где твой Иодай? Его влияние на тебя, друзья, помазание Святого Духа двинулось сейчас в зале. Его влияние на тебя, оно изменит твою жизнь. Его влияние на тебя, оно сделает просто тебя великим, 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 великим человеком.